Здравствуйте! В эфире новости ТВ3+. В студии Евгений Соленков. Сегодня в выпуске. Решение правительства повысить минимальную заработную плату со следующего года сразу на 10% может вызвать цепную реакцию. Обеспокоены работодатели. Повышение могут потребовать и квалифицированные высокоплачиваемые сотрудники. Работающие по индивидуальной деятельности могут вздохнуть спокойнее. Министерство финансов пересмотрело свой первоначальный план налоговой реформы и смягчило требования к самозанятым. Для проведения саммита НАТО в Вильнюсе на аренду автомобилей премиум-класса потратят миллионы евро. А цена аренды одного автомобиля на два дня, по словам независимых экспертов, завышена в несколько раз. Водители дальних грузовых рейсов превратили подступы к Паневизжису в настоящую свалку. Пока жители возмущаются, сами водители говорят об отсутствии в стране инфраструктуры для нормальной логистики. В Пак-Ройс праздник весеннего цветения. Миллионы тюльпанов, десятков видов восхищают туристов со всей Литвы. Прямо сейчас здесь цветет в два раза больше цветов, чем всех жителей страны. Предполагаемые планы Москвы захватить Бахмут до 9 мая обернулись полным фиаско. Ситуация в этой горячей точке на передовой снова накаляется. Украинские войска заявляют, что добились успехов в окрестностях разрушенного города. Не только отвоевали часть территории, но и уничтожили сотни российских солдат. Хотя Москва, как заявил Киев, всевозможными силами пыталась захватить Бахмут к 9 мая, этому не суждено было сбыться. За последнее время россияне не только не продвинулись в Бахмуте, но и понесли здесь большие потери, утверждает украинская сторона. Таким видео делится штурмовая бригада ВСУ. Украинская армия утверждает, что за два дня боев на юго-западе Бахмута разгромила подразделение российской стрелковой бригады и освободила часть занятой территории. Лишь вчера предводитель наемника Вагнера Пригожин жаловался на то, что армия России покинула важные позиции под Бахмутом, а также лишилась около полутысячи бойцов. А сегодня основатель полка АЗОВ, который держит оборону Бахмута, заявил, что украинцы ликвидировали две российские роты. Уничтожена разведка бригады, уничтожено много бронетехники, немало солдат попали в плен. Так называемый третий штурмовой отряд Вагнера понес большие потери. Атака велась на участке шириной 3 километра и длиной почти 3 километра. Вся эта территория была полностью освобождена от российских оккупационных войск. И хотя после длительных боев от Бахмута остались лишь руины, новости из этой горячей точки в сотни километров на юг в Авдеевке подбадривают украинских солдат, которые сражаются в ожидании контрнаступления. Если говорить о контрнаступах, мы всегда готовы. Всегда. Пусть нам дадут больше боеприпасов и мы будем уничтожать врага настолько, насколько это возможно. Хотя и признают, что ожесточенные бои уже идут на этом участке передовой. Ворох на нашем напрямке. Враг очень активен на этой части фронта. Мы выпускаем 3-4 снаряда, иногда даже меньше. И тут же враг открывает ответный огонь. Тем временем Зеленский представляет очередной пакет американской военной помощи. Понад Крымом затягнуло небо дымом. Загальный общий – миллиард 200 миллионов долларов. Общая сумма – 1 миллиард 200 миллионов долларов. Артиллерия, защита от ракет террористов и беспилотников и прочее для усиления наших защитников. Я благодарю президента Байдена, Конгресс, обе палаты и каждую американскую семью за постоянную поддержку. По данным Форбс, за время работы администрации Джо Байдена Украина получила от США военную помощь на 36 миллиардов долларов. Почти вся эта сумма была выделена после начала войны. Правительство уже рассматривает вопрос о том, насколько со следующего года повысить минимальную заработную плату. Министерство финансов разработало план повышения минимальной заработной платы сразу на 76 евро на руки. Работодатели уже опасаются, что такое решение вызовет цепную реакцию. И повысить зарплату еще больше потребуют и квалифицированные работники. В местечке Бубяй, неподалеку от Чауляй, далее занимается уборкой территории. На работу женщина не жалуется, но говорит, что зарплата слишком маленькая. За свой ежедневный труд она получает минимальную зарплату 630 евро в месяц. И признается, что было бы совсем трудно сводить концы с концами, если бы не собственный огород. Я живу в сельской местности, выращиваю овощи. Мне не нужно никуда ездить. Работаю я на месте, но когда придешь в магазин, то, конечно, маловато. Несмотря на то, что сейчас только май, правительство уже рассматривает вопрос о том, насколько повысить минимальную заработную плату в следующем году. Министерство финансов разработало план, согласно которому она будет повышена на 76 евро на руки. Эта новость всеряет в даре оптимизм. Но она все равно беспокоится о том, как ей удастся свести концы с концами, поскольку инфляция увеличивает расходы каждый месяц. Сейчас, когда цены растут с каждым днем, хотелось бы побольше. В магазине смотришь только на акции. Хочешь чего-то получше, приходится задумываться. Правительство готовится увеличить минимальную зарплату на десятую часть. Решение должно быть принято уже на следующей неделе. Если оно будет положительным, то минимальная зарплата на бумаге вырастет до 900 евро. После налогов останется на две сотни меньше. Ну а налоги в следующем году должны остаться в основном такими же, как и в этом. А сумма на руки увеличится из-за повышения ставки необлагаемого дохода. Одни считают такое повышение слишком маленьким, работодатели слишком большим. Остановились на середине. Предложение Банка Литвы было повышение на 13%, компромисс – 10%, золотая середина. Запланированное правительством повышение минимальной заработной платы было одобрено трехсторонним советом. Но его члены признают, что приняли предложение правительства, скрипя зубами. Работодатели обеспокоены тем, что им придется повышать зарплату работникам в условиях экономического спада. А профсоюзы хотят еще большего повышения, чтобы компенсировать высокую инфляцию последних лет. Сейчас не время повышать как минимальную зарплату, так и налоги. Экономическая ситуация очень неопределенная. Мы находимся в технической рецессии. Что будет осенью, сложно сказать. Наша цель – повысить заработную плату до уровня инфляции, потому что, глядя на сегодняшние результаты, реальная заработная плата неуклонно падает. Это вызывает разочарование. Поскольку правительство уже заявило о своем намерении повысить минимальную заработную плату на 10% в следующем году, работодатели опасаются, что высокооплачиваемые работники также начнут требовать аналогичного или даже большего повышения заработной платы. Не сразу, но к этому может прийти. Повышение минимальной зарплаты всегда провоцировало всеобщее повышение. Профсоюзы призывают работодателей этому не удивляться. В Литве много споров о том, сколько должен получать квалифицированный сотрудник. Некоторые говорят, что и плюс один евро – это нормально. Но нет, в Европе есть соглашение, что должно быть плюс 20%. По прогнозам экономистов, средняя зарплата в стране, которая в конце прошлого года на бумаге достигала 1900 евро, в этом году вырастет еще на десятую часть. А это значит, что работники будут получать на 200 евро больше. И средняя зарплата достигнет примерно 1300 евро на руки. Министр финансов Гентария Скайсте взяла курс на изменение налоговой реформы и теперь обещает жителям немецкое процветание. После волны критики за свои планы по повышению налогов для самозанятых, министр немного отступила и обещает не повышать налоги для тех, кто зарабатывает до 15 тысяч евро в год. А таких – большинство. Предприниматели называют изменения министра косметическими и продолжают настаивать на том, что реформу следует отложить до более легких времен. Так мастер одета делает маникюр в салоне красоты в Паневежисе. Женщина работает уже 10 лет по сертификату индивидуальной деятельности и обязана платить государственное социальное страхование, медицинское страхование и подоходный налог. По ее словам, половина заработанных денег уходит на оплату инструментов и аренды помещения. Около 50%, потому что я инвестирую в качество работы, оборудование, качество инструментов. В последнее время женщину беспокоит предстоящая налоговая реформа правительства, которая в первую очередь направлена на самозанятых, именно таких, как одета. Дескать, индивидуальщики платят в казну в два раза меньше налогов, нежели обычные наемные работники. Оцениваю это плохо. Не окупаются, мучатся, трудятся и за счет собственного благополучия, благополучия своей семьи поддерживать государство. Получив многочисленные жалобы на налоговую реформу, министр финансов Гентари в Скайсте уже несет пересмотренный проект. Он также включает поправки для самозанятых. Министр утверждает, что идет на уступки и обещает, что только 15 вместо 25% самозанятых, то из тех, кто зарабатывает более 15 тысяч евро в год, должны будут платить повышенные налоги. В первоначальном проекте порог составлял 10 тысяч евро. Министр также предлагает работникам конфетку, подготовив кнут для индивидуальщиков. 800 тысяч работников, получающих зарплату ниже среднего, в следующем году должны получить на руки на 76 евро больше, поскольку правительство готовится повысить уровень необлагаемого налогом дохода и минимальную зарплату. Это шаг к западной модели налогообложения, немецкому благосостоянию, где предоставляются общественные услуги, а налогообложение занятости низкое, особенно для тех, кто получает более низкие доходы. Однако многие бизнесмены продолжают призывать правительство замедлить налоговую реформу, утверждая, что она приведет к увеличению налогового времени. Предлагаемые министром изменения они называют косметическими. «Правительство не прислушалось к бизнесу. Все изменения косметические. Есть хорошее предложение, но основная идея та же. Правительство предлагает повысить налоги на бизнес». Профсоюзы более позитивно оценивают реформу, а также поддерживают увеличение налогов на самозанятость, чтобы приблизить их к тем, которые платят наемные работники. Они также довольны повышением минимальной зарплаты. «Она значительно подскочит, что отразится не только на минимальной, но и на средней зарплате. Необлагаемый налогом доход постепенно затрагивает все более широкий диапазон зарплат». Однако экономист Нериус Мачулис упрекает правительство в нежелании отменить многочисленные льготы и освобождения, которые остаются в налоговой системе. Он рассматривает включение в пакет налоговой реформы, увеличение ставки необлагаемого налогом дохода как политический ход, призванный уменьшить противодействие реформе в Сейме и в обществе. «С такими изменениями гораздо большая часть общества становится заинтересованной в этой реформе. Предыдущее предложение заключалось в повышении налогов для одних, а других реформой вовсе не касалось, и им было все равно». Налоговая реформа грозит не только повышением налогов для самозанятых, но и введением общего налога на недвижимость, повышением налогов для домовладельцев и фермеров. После возмущения по поводу того, что саммит НАТО в Вильнюсе в итоге обойдется налогоплательщикам 17 миллионов евро, стало известно, что Литва ради почетных гостей также потратит еще пару миллионов евро на аренду автомобилей. 500 автомобилей класса люкс обойдутся Министерству иностранных дел в 6,5 миллионов евро. В среднем аренда одного автомобиля на несколько дней – 13 тысяч евро. И вновь результаты тендера не сходятся с предложениями на рынке. Подробности – далее в сюжете. Вот кадры с саммита НАТО в Мадриде прошлым летом. Сотни роскошных автомобилей, принадлежащих главам государств и их делегациям, выстроились вдоль улиц с началом мероприятия. Подобную картину мы увидим в Вильнюсе в середине июля. Министерство иностранных дел уже объявило, что для этого мероприятия будет арендовано 500 автомобилей, а бюджет составит 6,5 миллионов евро. Средняя стоимость аренды одного автомобиля составляет 13 тысяч евро за пару дней. Примером автомобиля, подходящего для этого мероприятия, может служить Audi A6 – престижный автомобиль Е-класса. Потребуется около 200 таких автомобилей. Хотя официальное мероприятие продлится 2 дня, контракт предусматривает возможность аренды автомобиля на срок до 9 дней, что означает, что стоимость одного дня составляет около 1500 евро. Сколько стоит аренда такого авто на рынке услуг? Это легко проверить. За два дня – около 250 евро. То есть в пять раз меньше, чем планирует потратить министерство. 1300 евро в день. Роскошный автомобиль стоит 80-90 тысяч евро, так что за 10 дней вы возвращаете 15% от стоимости автомобиля. Это космос. Лауринас Бугушавичус, эксперт автомобильного рынка, рассказал о реальных ценах на аренду автомобилей. Аренда Мерседес С-класса, который является эталоном и воплощением роскоши, стоит от 300 до 600 евро в сутки. Это в два раза меньше, чем мы рассчитываем сейчас, даже если взять самую дорогую цену аренды, которую я нашел. Потому что такую цену диктует рынок. Это была самая низкая цена, предложенная рынком, и на этом остановились. Осенью Министерство иностранных дел объявило открытый тендер на сумму менее 5 миллионов. Но желающих не нашлось. Тогда состоялись открытые переговоры между двумя компаниями. Победил Автолюкс. Мы пригласили все литовские компании. Жаль, что только две приняли участие. Представители компании-победители не пожелали говорить на телекамеры. По их словам, окончательная сумма может составить менее 6,5 миллионов евро. Это не сумма аренды, это максимальный бюджет на аренду. Реальная стоимость услуги будет определяться фактическим временем использования автомобиля. Не зная окончательной реальной цены, было бы очень сложно сравнивать ее с рыночной ценой обычной аренды автомобиля. Не говоря уже о том, что это разовое мероприятие со специфическими условиями, которые выдвинул организатор. Кстати, меры безопасности, такие как пуленепробиваемые окна, не входят в эту сумму. Единственное требование – автомобили должны быть представительского и престижного класса, и не старше пяти лет. Также потребуются небольшие микроавтобусы. Они не должны быть какими-то исключительными, они должны быть определенного класса. Вопросы безопасности будут решены. Я не хочу сейчас комментировать на камеру. Они будут решены другими способами, не через требования к арендованным автомобилям. Обычно стоимость аренды такого автомобиля составляет 500-600 евро в день. Нужно учитывать, что нам нужно больше, чем есть в Литве в целом. Их нужно купить или привезти, что опять увеличивает цену, добавим еще несколько сотен евро. По мнению экспертов, литовский рынок просто слишком мал, чтобы поставлять определенное количество автомобилей класса люкс. 500 представительских, больших и роскошных автомобилей – это очень много. Давайте учтем, что эти 500 автомобилей должны быть в одном месте и в одно время. Подготовка выставочного центра «Литэкспо» к саммиту НАТО уже вызвала вопросы ранее – 17 миллионов евро. В такую сумму оценивается подготовка и проведение этого крупнейшего в истории Литвы международного мероприятия. Прошедший накануне в Москве парад на Красной площади оставил много вопросов. Пока одни обсуждают отсутствие бронетехники, другие обратили внимание на странное поведение нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, который даже не смог самостоятельно пройти несколько сотен метров до вечного огня. А подвозить его пришлось на электромобиле. В оппозиции заговорили о возможной болезни Лукашенко. Вот так накануне нелегитимный президент Беларуси передвигался по Красной площади. Не как все съехавшиеся лидеры СНГ, а на электромобиле. Ну а потом… Лукашенко спешно покидает компанию Путина даже не от обедов и мчится в аэропорт в сопровождении скорой помощи. А на этих кадрах видно, что на его руке медицинская повязка, которая, возможно, скрывает катетер. Но и это еще не все. Уже по прибытию в Минск, на торжественных мероприятиях Лукашенко впервые с момента обретения власти, а это значит с 95-го года, не обращается с речью к присутствующим по случаю 9-го мая. Все это породило множество рассуждений о здоровье нелегитимного президента. Ну, во-первых, Лукашенко действительно болен, и эта информация была получена нами несколько дней тому назад. У него грипп вместе с ковидом, и исходя из этого состояния у него достаточно плохое. Выглядел он в Москве, конечно, ужасно. Видно, это старый, больной, уставший человек. На официальных мероприятиях в Минске впервые за всю историю вместо него выступил министр обороны Хренин. Это беспрецедентная ситуация. Это показывает, что Лукашенко находится в очень плохом состоянии. Это далеко не первый раз, когда состояние Лукашенко резко ухудшается. Однако в этот раз есть нюанс. Слухи о том, что Лукашенко может находиться в плохом состоянии, что у него какие-то недуги и прочее, они же курсируют давно. Лукашенко благополучно возвращался, и слухи уходили на второй и третий план до следующего раза. Сейчас все произошло иначе. Сейчас Лукашенко попал в так называемую, я бы назвал это, информационную ловушку. Сейчас были фотографии, сейчас были видео, которые показывают его действительно эту слабость. Есть мнение, что Лукашенко не выступал с речью не по состоянию здоровья, а из-за соображений безопасности. 9 мая начальник КГБ Тертель заявил, что в Минске якобы предотвращен теракт. Политолог Александр Фридман считает, что это заявление ложь. К тому моменту, когда он об этом заявлял, было еще не очевидно, сможет ли Лукашенко принять участие в возложении цветов. Это был своего рода такой план для подстраховки, наверное. На тот случай, если Лукашенко действительно не сможет это сделать. Главный вопрос, однако, заключается не в том, чем и насколько серьезно болен Лукашенко, а в том, что будет, если он не переживет очередную болезнь. Кто придет ему на смену и готовы ли представители белорусских демократических сил к такому повороту событий? При любом исходе шансов на это немного, считают аналитики. Когда Беларусь находится полностью под колпаком Российской Федерации, когда на территории Беларуси находятся российские военнослужащие, это означает, что в случае ухода Лукашенко итогом может стать установление еще более марионеточного, еще более пророссийского режима. О том, что Кремлю выгодно заменить Лукашенко на другого диктатора, говорят и украинские эксперты. Лукашенко давно раздражал Кремль своим поведением, им нужен более послушный, более удобный, изговорчивый диктатор во главе Беларуси. И мы должны понимать, что его реально могли отравить. Мнение различных экспертов и аналитиков чаще всего схожи лишь в том, что окно возможностей для демократической Беларуси откроется лишь после победы Украины, даже если к власти придут люди, приближенные к Лукашенко. Тревога в биосферном заповеднике Жувентас. По всей видимости, здесь погибли уже несколько тысяч чаек. Умирает птица от птичьего гриппа. По словам орнитологов, другие виды пернатых также в опасности, ведь насколько распространился вирус, сейчас неизвестно. Эта буроголовая чайка, скорее всего, заражена смертельным гриппом. Птица больше не летает и помочь ей, к сожалению, невозможно. Птичий грипп убивает один из видов крылатых в биосферном заповеднике Жувентас. Первых погибших птиц специалисты заповедника заметили неделю назад. «Мы собрали останки и передали в продовольственную ветеринарную службу. Оттуда мы совсем недавно получили ответ, что подтип птичьего гриппа в точности совпадает с тем, который был обнаружен в организмах буроголовых чаек». Количество погибших за неделю птиц не поддается подсчету. «По нашим наблюдениям, с момента первых сообщений о появлении болезни было несколько случаев. И сейчас уже насчитываются сотни, если не тысячи мёртвых птиц. Ситуация серьёзная». Возможно, вирус уже распространился за пределы заповедника. Птичий грипп крайне заразный, быстро распространяется через помёт и может сохранять жизнеспособность в воде в течение месяца. То есть принести смертельный вирус могли другие птицы. «Трудно сказать, какая часть популяции заражена гриппом, но угроза определённо существует. Помимо буроголовых чаек, мы наблюдали колонии сизых чаек, уток и ряда мигрирующих птиц семейства бекасовых». Ни орнитологи, ни ветеринарные специалисты не могут предсказать течение вируса. Птичий грипп не опасен для человека, но проживающие в окрестностях заповедника и содержащие домашнюю птицу, жители о вирусе проинформированы. «В этом районе как можно меньше какой-либо активной деятельности, чтобы не напугать больных птиц, чтобы не спугнуть пернатых с места размножения и не допустить их проникновения на ближайшие фермы». Чаек погибших от птичьего гриппа неделю назад обнаружили и в Мариамполе. Пустые бутылки из-под спиртного, тара с мочой, пищевые отходы и фекалии. Такие виды на обочине каждое утро по дороге на работу встречает жительницу Паневизжиса. Женщина убеждена, что в свалку окрестности города превращают водители фур. Именно они якобы останавливаются вдоль дорог на долгие часы, чтобы испражняться и выбрасывать мусор. Дальнобойщики своей вины не отрицают, но грешат на тяжелые условия труда. «Из машины этого не видно, но я езжу на велосипеде каждое утро. Вот, пожалуйста, около 500 метров такой свалки вдоль обочины. Здесь мусорят не ястребы или олени». Пустые бутылки из-под спиртного, пищевые отходы, пластиковые пакеты с мусором, банки с непонятным содержимым. «Окурки даже законсервированы в банках». И все это рядом с улицей, ведущей квартал у частных домов на окраине Паневизжиса. «Сердце болит. Иногда собираю, но не могу унести столько мусора. Здесь неподалеку есть сортировочный контейнер, поэтому иногда я собираю пластик и выбрасываю туда». Местная жительница не сомневается, что эту территорию превращают в свалку водителей фур. На одной из улиц на окраине города почти каждый вечер стоит очередь из грузовиков. Здесь они ждут очереди для погрузки или разгрузки груза. «Просто выбрасывают все из машин. Вот пластиковые бутылки. Еще там были большие бутылки с желтой жидкостью. Это точно не лимонад». «У нас есть все, как говорится, и из парня, и кухня, и гостиная. Все, что хотите. Дарюс, водитель фуры из Каунаса, говорит, что в ожидании погрузки или разгрузки ему приходится проводить в кабине по несколько, а то и более 10 часов. Мужчина даже не пытается отрицать, что никто иной, как нечистоплотные водители, превращают обочину в свалку. «Для других попросту лень возить с собой мусор. Так что выбрасывают его, чтобы вороны в парях насили». «И не только мусор видим, но и фекалии. А что в этих бутылках?» «Водители называют это биотуалетом». Но по месту, где останавливаются дальнобойщики, очевидно, что терпеть готовы далеко не все. Житель Каунаса Дарюс признает, что некоторые коллеги действительно нечистоплотны. И их якобы не волнует, что другие водители делают им замечания. «Можно ли дисциплинировать обезьяну? Можно делать замечания сколько угодно. Хоть по голове бей. Все равно не понимают». По словам Дарюса, еще хуже летом, когда на улице жара, и такие места превращаются едва ли не в туалеты под открытым небом. Водители убеждены, что проблема не только в нерадивых коллегах, но и в отсутствии специальных площадок для тягачей. «Возьмите любую страну. Очень редко есть промышленные зоны с заводами и складами, где есть площадки для грузовиков. А здесь, в Литве, настоящая трагедия». И хотя знаков, запрещающих парковку грузовиков, в таких местах нет, контейнеры и биотуалеты на каждой улице не поставишь. Местные заведующие отделом охраны общественного порядка призывают жителей сообщать о нарушениях. Тогда якобы легче будет и наказывать виновников. В пони вежисе людей, которые мусорят, также ловят с помощью мобильных камер видеонаблюдения. «Мусорить в общественных местах запрещено. За это предусмотрена административная ответственность и штраф. Повторные нарушения только увеличивают штраф». Те, кто впервые засорил территорию, могут быть оштрафованы от нескольких десятков евро до почти 150. Повторные нарушения могут обойтись нарушителям целых 600 евро. А теперь посмотрим на цветущую Литву. В Покройской усадьбе стартовал крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов. Здесь, как утверждают организаторы, высадили около 5 миллионов луковичных растений. Это примерно в два раза больше, чем население Литвы. Наш журналист отправился в усадьбу, чтобы узнать, не повлияли ли морозы на тюльпаны и крокусы, и выяснить, как чувствуют себя люди в настоящем море цветов. «Вот это да!» Группа, приехавшая из Каунаса, фотографируется во дворе усадьбы Покройс перед царевной лягушкой. Сейчас они путешествуют по литовским усадьбам и любуются цветами. В доказательство демонстрируют фото на телефоне. «На всю жизнь хватит!» «Больше всего мне понравилась обилие цветов, порядок и красота. Здесь все уникальное, мне очень понравилось. Все, вот музыка, послушайте, просто замечательно!» «А вот люди выбирают тюльпаны, которые хотели бы видеть у своих домов». «Мы выбираем те, которых не хватает у нас дома». «Вы нашли какие-нибудь, которых еще не видели?» «Да, есть несколько карликовых, которые особенно интересны. Я заметил два вида, которых раньше не видел. Я купил несколько и собираюсь посадить на приусадебном участке». Люди со всей Литвы по-настоящему восхищаются такой красотой и усилиями, которые для этого пришлось приложить. «Много тюльпанов. Действительно, это мир цветов. Они прекрасны. Я впервые оказалась по месте покроясь, и оно очень впечатляет. И окрестности, и цветы еще и сейчас как раз время цветения очень красивые. «Очень много, очень много, поэтому трудно сказать, какие из них самые красивые. Кажется, что идешь к одному тюльпану, а он прекрасен, а потом идешь к другому, а он еще прекраснее». «Нам очень понравились тюльпаны с рваными краями. Желтые и красные – очень красивые. А вам какие нравятся? Желтые тюльпаны – такие пышные, и мне очень понравился верблюд, на котором я каталась. Представительница поместья называет самый популярный и, вероятно, самый интересный сорт тюльпана. Самое интересное – это многоцветковые тюльпаны. Когда на одном стебле распускается до восьми цветков, это похоже на целый букет тюльпанов. Многие тюльпаны уже цветут, более поздние только начинают распускаться. Заморозки прошлой недели больше всего навредили гиацинтам. Вообще-то, весна в этом году нетрадиционная. В прошлом году она была совсем другой, с очень ранним началом цветения. А прошедшие заморозки помогли нам, немного замедлив цветение, чтобы люди могли дольше любоваться тюльпанами. Поэтому, вероятно, в течение всего этого месяца мы увидим еще множество таких селфи. Ну и, конечно, в конце о погоде. Теплая весенняя погода продолжает господствовать во всей стране рука об руку с областью высокого атмосферного давления. И потеплеет еще больше. Кое-где температура подскочит до 22 градусов. А это даже теплее, чем сейчас в некоторых южных странах. И подробнее. Ближайшая ночь безоблачная и, разумеется, без осадков. Воздух местами нагретый до 9 градусов Цельсия. Но все же то тут, то там изморозь на почве. Завтра днем ветер юго-восточный малооблачно. В среднем по стране в районе 20 градусов тепла. В Хлайпеде 22 градуса, в Шауляй-Паневеджис по 20, в Утяне, Вильнюсе и южной части Литвы столбик термометра поднимется до 19 градусов. А в Каунасе все те же 20. В пятницу погода похожая. В Вильнюсе прогнозируется 20 градусов тепла, в Каунасе и Клайпеде 21. Но в выходные сидеть дома настоящее преступление. В субботу температура будет еще выше. В Вильнюсе до 23 градусов тепла, в Каунасе на градус меньше, в Клайпеде 20. В общем, почти лето и строить планы на эти дни надо прямо сейчас. Желательно на свежем воздухе. Это были новости ТВ 3+. Спасибо, что смотрите нас. Доброго вечера и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова